теперь про воск то есть мы стараемся работать с максимально качественным сырьем и отбираем сырье для производства это воск который выкоплен дома просто кружки там есть светлее есть темнее но вот такой воск получается для того чтобы получить воск нужно знать несколько вещей то есть воск в принципе белый в натуральном в чистом виде он белого цвета желтым он становится из-за пыльцы которую пчелу туда повод принести и так далее меда когда вы перетапливаете черные соты в принципе он выходит тоже желтый для этого нужно совершить несколько процедур которые просто нужно знать жесткая вода в харьковской области в основном жесткая вода в основном жесткая вода в колодцах в источниках водопроводе в основном жесткая вода жесткая вода является эмульгатором воска соль жесткости его и делают эмульсии и вы теряете до 10 процентов воска может просто сливаться вместе Вот эта вещь, которая у меня в руках, это основная вещь в пчеловодстве. То есть можно рассуждать на любые темы, безвощинные технологии, еще какие-то технологии, но для промышленного пчеловодства, для получения хороших результатов от пчел, нужна вот эта вещь, которая называется ващи. Вот. Ложим ее на руку, если прогибания более 30 сантиметров, то есть ващина уже не есть. Все не так просто. Я покажу, как можно определить, мы сейчас к этому придем. Основным потребителем воска является само пчеловодство. То есть весь воск, который вы добываете, процентом на 80 используется обратно в пчеловодстве для изготовления ващей. Значит, что такое воск? Вы знаете, а может и не знаете, то есть в принципе это, ну если брать там, это жил. То есть по факту это основа как жил. Он не взаимодействует с кислотами, с щелочами, вот, проствляется только бензиновый... Никаких антибиотиков вообще не быть не может. То есть она просто не... физически воск не связывается с антибиотиками. В ней могут быть механические примеси, но химических этих веществ не бывает. Это практически инертное вещество. Значит, зачем качество воска контролировать? И зачем стараться получить максимально качественный воск? Для того, чтобы получить максимально качественную восчину. Это восчина темненькая, вы ее видите, да? Вот восчина стандартная, из хорошего воска. А вот восчина экстра, сделанная из забрустного воска. Вы видите? Три листа ряда. Я вам могу отдать, и вы посмотрите. Вы видели, да? Это хороший воск, самый лучший воск, который можно как бы получить на пасеке, чистый, красивый, ну, желтый, светлый. И вот рядом забрустная овощина, из забруста, то есть, это чистый забруст, перетопленный на овощину. Она отличается по прочности, по жесткости, по толщине. Вы звук слышите? Она же в тепле. И вот из обычного воска. Ну, взяли рядовый воск, перекатали, то есть, меняем темный на темный. Потому что, когда пчеловоды приносят темный, чтобы не было вопросов, дайте мне желтый. Она тоже хорошего качества, в принципе. То есть, она будет тянуться, но, есть разница, вы ее видели вживую. Эта овощина, привезенная из Китая, сделанная на машине нашей же Дергачевской. И я вам потом в конце покажу фокус, как. Она тоже жесткая, тоже хорошая. Но лежит у меня три года, никакого налета в ней нет. Иначе воск. Понятно, да? Воск. Значит, на овощину. Ну, я буду про овощину, я про овощину не буду, я буду про овощину. Хорошо? И про получение тогда воска. Значит, начнем с вощины. То есть, вощина должна быть изготовлена по нормам, на которые ссылаются все производители. Это инструкция 1957 года и ДСТУ 2005 полного года. Значит, вощина должна быть изготовлена из воска первого сорта и никакого другого. И только в случае крайней нужды, допускается добавление воска прессового не более 10%. Все. То есть, все, что дальше добавлено, 50 на 50, 80 на 100, 70 на 30, это уже все от лукавого. То есть, вощина должна быть сделана из самого качественного воска, для того, чтобы пчела была по слабо-более. Стерилизация воска. Обязательная процедура. То есть, ввоз должен проходить стерилизацию путем отстоя при определенных температурных экспозициях. То есть, минимальная температура экспозиции – это 90 градусов и выдержка не менее 4 часов. Максимальная температура – это 100, 7, 106 градусов, выдержка не менее 2 часов. Для того, чтобы уничтожить споры гнильцов, которые могут там быть, и вирусы и бактерии. Кульсия максимальная еще раз? Максимальная температура – 110, ну то есть, 107-110. Потому что воск, когда греется, он очень сложно удержать в одном диапазоне, он все равно выскакивает из-за нагрева, то есть, выше. И эту процедуру должны проходить, в принципе, все производители, которые имеют этикетку, имеют опозывательные знаки и так далее. Делают, не делают – не могу сказать. Я могу сказать за свою организацию, которая занимается производством вращины, то, что техпроцесс построен таким образом. Возг загружается на ночь, воск греется в ночь, то есть, в 10 часов вечера включается, в 8 утра начинается рабочая смена. Все это время он греется и выдерживается при этой температуре. То есть, получается, что где-то к 4 утра Возг достигает температуры 95-98, до 8 он при этой температуре находится, и потом находится при этой температуре все рабочее время. То есть, вот в 8 часов идет смена рабочая, в течение 8 часов он поддерживается эту температуру. За счет того, что он отстаивается, он сам по себе очищается, даже темный Возг, бросивший в ванну, путем отстоя вы получите его намного светлее, чем он был исходным. Он не будет желтым, но он будет светлее. Второй момент. То есть, точность геометрия. То есть, ячейки, которые продавлены, вы, наверное, встречали ващину, у которой ячейка одна мутная, а две, допустим, прозрачные. То есть, если у альца сбиты, они ее не очень ровно раздавливают, получается, что она не имеет точных характеристик. Плюс, очень важно, чтобы она шла параллельно, верхний край шел параллельно, для того, чтобы пчелы строили ровно, не перестраивая. Это время на отстройку соток. Размеры листов. То есть, есть гастированные размеры листов. Мы выпускаем под необходимый формат, то есть, у нас есть специальные приспособления, которые позволяют ващину резать на нужный вам размер. То есть, хоть на такие полосочки 2 сантиметра, не вопрос. Но, в принципе, она выпускается там двух размеров. 410 на 260 на ранку 300 и 410 на 190 по гвозду ранку рутовская 230. Но делается, как правило, 205-210, чтобы, когда верхний брусок тонкий, она уложилась от бруска до бруска. Если ващина длиннее, вам придется потратить время на обрезку, чтобы она туда легла. Ну, стал провисимым, да? Постоянно. Ну, вес листа. То есть, когда говорят, мне там 10 листов на килограмм, мне там 50 листов на килограмм. Вес листа должен быть в пределах 72-75 грамм. Тогда лист имеет максимальную прочность, максимальную жесткость. И в то же время экономно используется бруска. Вы получаете нормальное количество листов от 13 до 15 на килограмм. Эта ващина будет хорошего качества. То есть, она не будет плыть, она не будет... Её пчёлы не будет переставить, грызть и так далее. И она не будет обрываться при откаче. Это дано, да? Это дано. Это дано. Это дано. Большой вид. Второй момент. Когда вы покупаете ващину, ващину – это товар. Товар должен быть всегда маркирован и должен быть подписан. Кто его произвёл, что в составе. Партия, когда произведена. Потому что на ващину производитель обязан выдать гарантию. Гарантия – это один год. Потому что в течение года с ним ничего не произойдёт. Единственное – серый налёт. То есть там вот вы нашли, да? Серый налёт не является ухудшением. Но серый налёт появляется только на воске и на шоколаде. Больше ни на чём. И этот серый налёт совершенно не ухудшает качество ващины. То есть он убирается. Вы знаете, можно рукой себе поводить. То есть в принципе она так, как мы ставим, или на солнышке подержали. Да, она становится прозрачной. Хранится овощина. Вы знаете, как? То есть нежелательно её хранить при морозе. Если она лежит в неотапливом помещении, её лучше не трогать. Потому что она просто трискается, становится как стекло хрупкой. На каждом листе фабричной овощины есть номер. Именной номер производителя. Я попробую показать. Здесь, вы видите, цифры выжарены. 1, 2, 3, 9. Вверху. И надпись полумаксимум. В верхней трети листа, на просвет, вы всегда найдёте эти цифры. То есть фабричная овощина всегда оснащена этими номерами. Это несложно. То есть в любом магазине, где вы её меняете, вы взяли, подняли на свет, нашли эти циферки. То есть эта овощина сделана на фабрике. Ну то есть не где-то в подвале, да? А хотя бы на промышленной машине. А от буквы? Буквы означают полумаксимум. То есть есть два вида ячейки. Полумаксимум и максимум. То есть считается, что максимум более глубокое, полумаксимум менее глубокое. Разница в 10 градусов у основания. То есть и очень важно ещё с размер ячейки. То есть на 5,5 см должно помещаться 10 ячейок. Да, 5,32, 5,35 диапазона. 5,45 уже не годится. 5,5. Вот. То есть 10 на... 5,45 она уже начинает тянуть тату. 5,32, 5,35 у нас вайцы для европейских пчёл. Ващины из разных партий. Вы увидели вживую, то есть как она отличается. Прозрачность ващины. То есть вы берёте лист ващины, и он должен светиться. То есть вы через него должны видеть свою воду. То есть если она мутная, это не очень хороший приём. То есть настоящий воск, он прозрачный. То есть чем лучше качество воска, тем прозрачнее ващина. То есть либо её не стерилизовали, ну то есть не выдержали. Потому что когда в процессе отстоя оседают все взвешенные частицы, и этой мутноты просто нет. Понимаете? То есть воск просто могут накидать, он тает, и его походу катает. Вот. Вот один из признаков отличия. Была она в автоклаве или нет, это вот её прозрачность.